Ashes of Creations Одна из двух самых крупных ожидаемых MMORPG в мире Первая это MMORPG от Риотов Вторая, по крайней мере по степени расхайпленности Это без сомнения Ashes of Creations Но вокруг этой игры постоянно, уже достаточно долгое время Витает такой ореол Star Citizen, я бы это назвал Некоторые люди считают это скамом Некоторые люди считают, что те, кто делают Ashes of Creations некомпетентны Считают клоунами разработчиков, например Хотя в основном, конечно, скамом Многие считают, что ничего не получится Ну и, конечно же, большинство ожидает Ashes of Creations Как я и сказал, одну из самых великих, одну из самых крупных MMORPG С новыми технологиями, новыми механиками Тем, чего мы еще никогда раньше не видели Но сегодня я хочу именно разобраться вот с этим вот ореолом непонятности Откуда он возник, что заставляет нас чувствовать вот это странное чувство Как будто бы это скам, возможно, или все-таки нет Сегодня мы поговорим об этом И начать разговор стоит с того практически единственного человека От которого зависит все Потому что Ashes of Creations это буквально проект одного человека В отличие от практически всех других MMORPG, которые делают крупные студии, корпорации В отличие от Ashes of Creations Буквальным единственным создателем которого является Стивен Шариф Про его фигуру, на самом деле, для того, чтобы этот рассказ был полным Тоже нужно сказать парочку слов Потому что это очень интересный молодой человек Ну, главным образом он очень интересный Потому что он достаточно богат Так как он буквально в одиночку финансирует всю Ashes of Creations Это не единственный Он не единственный источник финансирования Но основной И он много раз говорил, что Все, у меня есть бабосики Точно мы как бы сами по себе все точно выпустим Хотя про бабосики тоже Еще чуть дальше я скажу А, ну и, кстати, я хочу сказать, что в этом видосе Приведено довольно много исследовательской работы Которая не характерна для меня На Reddit там всякие статьи Куча интервью просмотрена И спасибо большое Аналитическому отделу из США моему Который занимается подобными вещами Так вот Стивен Шариф Наш солнышко-заинька Откуда же у него эти бабки? Потому что изначально он говорил, что на разработку Ashes of Creations потребуется 30 миллионов долларов Потом была уже сумма 45 миллионов долларов И он как бы вот да Говорит, что он сам эти бабосики заплатит Без всяких проблем К счастью, для нас с вами Он любит публичность Об этом тоже еще мы поговорим И может быть для нас с вами Это счастья может быть и нет на самом деле Поэтому он отвечает на большое количество вопросов В том числе и не касающихся Ashes of Creations На Reddit Дает интервью и прочее Так вот Он заработал бабки на сетевом бизнесе Или как это называется? Ну вот эти вот пирамиды Когда вы продаете друг другу пищевые добавки Вот так он заработал деньги Более того, когда он прямо отвечал на этот вопрос Он прямо ответил, что да Это как бы пирамида Но она же не незаконная Она вполне законная Вот я там Там какая-то в США есть Кажется все еще существующая Как раз вот эта вот пирамида Ну типа Арифлейм Я не знаю как Вы понимаете, да? О чем я? И она все еще работает Потому что они делают это легально Там как бы фишка в том Что вы приводите с собой людей А эти люди дают вам процент От их дохода процент идет вам Они приводят людей Процент от их дохода идет к вам Так работают пирамиды сетевые И Стивен Шериф Он как раз был одним из первых Впрыгнувших вот в эту вот Известную сетевую пирамиду И он на этом заработал кучу бабла И когда у него на Reddit спрашивали Является ли это пирамидой Он такой Да, да Знаете, да В этом нет ничего хорошего Тут нечем гордиться Говорит Стивен Шериф Но бабоськи я уже свои заработал В принципе, ну они легальны У правоохранительных органов Ко мне вопросов нету Теперь я ушел Этим уже больше не занимаюсь Все нормально И вот игру делаю На заработанные деньги Ну вообще, насколько известно Большую часть бабла Он вложил в строительный бизнес Но, кроме того Деньги он тратил на онлайн игры То есть он был реально Ну и является все еще реально задротом Который много играет там в линейку Он по-моему сам говорил Еще в какие-то игры Кроме того, он туда донатит То есть он буквально является Так называемым китом Вот эти вот, да, знаете, шейхи Которые приходят И скупают весь магазин Который только есть в онлайн игре И очень сильно помогают Разработчикам этой игры Кроме того, он нанимал людей Платил им буквально за то Чтобы они с ним играли Платил людям за то Чтобы они ему что-нибудь фармили Качали его Ну и вот все то, чем занимаются богатые люди Всем этим занимался Стивен Шариф Это просто так сказать Чтобы вам была яснее картина Что это за человек Но это все весьма косвенно относится Кэшес оф Креэшенс Хотя, конечно, вроде как приятно Когда игру для нас делает вот Ну, я не могу сказать Такой же задрот, как и мы Что это Вряд ли я потратил там сколько миллионов Десятки миллионов долларов На онлайн игры Пока, к сожалению, нет у меня Такой возможности Блин, я чуть не забыл вам рассказать Про магазин WoFloot.ru От летехи Вы же о нем могли не знать, ребята По ссылочке в описании Вы можете перейти И купить там Подписку для World of Warcraft На 60 дней Предзаказать Диабло 4 Купить всякие там товары Для PlayStation Для Steam Карточки для Steam Смену региона Для Steam Еще всякие кучи товаров От Близов Типа для Хардстоуна Прочие их тайтлы В том числе Это StarCraft, например Даже можно там купить Вау, ничего себе Ну, если все не раскупили Конечно Можно В прошлый раз, когда я смотрел Было можно Я думаю, знаете Ashes of Creations Тоже будет в магазине лить А, она же бесплатная вроде Ладно Это очень незапланированная часть интеграции Короче А, промокод PIPTAR Скидка 100 рублей Стандартно Перевод вот так На 5% Еще скидку получаем Если переводим с карты деньги Все очень классно Официально Надежно Что очень важно От Летехи Ссылочка в описании Продолжаем А вот то, что уже непосредственно Относится к Ashes of Creations Это, собственно, команда Которая его разрабатывает И сейчас мы поговорим О менеджменте Не о программистах Дизайнерах Художниках А вот о тех людях Которые всем этим руководят И складывается впечатление Что практически все они Это просто дружбаны Стивена Шарифа Причем он сам рассказывал В интервью И писал на Reddit Что у него был То ли бар какой-то То ли кафе То ли оно все еще есть И там он просто зависал Тусил с какими-то Классными веселыми чуваками Потом он этим Классным веселым чувакам Такой говорит Слушайте, я так люблю Игры онлайн А они такие говорят Да, а что такое онлайн игры? Он им рассказывает Что такое онлайн игры И говорит Вот, тут я знаете Я Ashes of Creations сделаю А они такие Блин, как интересно Какой ты молодец А он такой Да, слушайте А вот вы такие классные Вы мне так нравитесь Давайте вы тоже будете Руководить разработкой Моей игры И Они согласились И аудитория предъявляла Стивену на Reddit Претензию Связанную с тем Что, блин, тебе не кажется Что вот в руководстве Компании Как-то Кумовством Каким-то попахивает Какие-то друзья Может быть Какие-то люди Некомпетентные Там собрались Ну, главное-то претензии Не в кумовстве Да, нет, ничего плохого Ну, буквально Есть что-то плохое В том, что вы зовете Своего родственника Заниматься руководством Но если он очень компетентный То, возможно, это уж не так уж и плохо По крайней мере Это человек, которому вы доверяете И так далее Но когда Это некомпетентный человек И аудитория спрашивала У Стивена Шерифа Как так? Зачем это нужно? И он, собственно Пытался отвечать на это Он опубликовал Список людей Которые кто чем занимается И насколько они хороши в этом И там действительно были Хорошие, опытные разработчики Которые раньше занимались Какими-то другими МРПГ Насколько я понимаю В основном МРПГ Для сотен какие-то делали То ли с финалки То ли еще откуда-то Но дело в том Что в этом списке Были практически полностью Проигранированы Все менеджеры Он писал квалификацию Там людей Ну, расписывал Какая классная у него команда Кроме того Одну из руководящих должностей В компании Которая занималась Буквально Единственное, чем занимается Эта компания Это занимается разработкой Эта компания Эта компания Как всегда подготовился И у человека просто Отсутствуют компетенции Чтобы этим заниматься Образование Какой-то предыдущий опыт Еще что-то Более того При Более Извините за тавтологию Детальном изучении Становится очевидно Что буквально Ноль человек Во всем Менеджерском составе Ashes of Creations Раньше Занимались Разработкой Игр Ну, либо Стивен Шариф Решил умолчать О чем-то То есть У нас есть информация С LinkedIn Где Перечислена большая часть Или все сотрудники У нас есть информация От самого Стивена Вот в этом посте Где он расписал Все И там Ноль человек Руководителей Которые раньше Руководили Разработкой Игр Что в принципе Ну, достаточно Такая опасная фигня Хотя, конечно Не все так плохо Но давайте Сейчас вернемся К дружбанам К этому веселому бару Где отвисал Стивен Шариф И к его Друзьям Долларовым миллионерам Помимо того Что Стивен Шариф Заявил Что в финансировании Аука Можно будет Не волноваться Он По его словам Чтобы проверить Пользовательский интерес К игре Запустил компанию На Кикстартере На 700 тысяч долларов Которая, по-моему Была полностью Ну, эта сумма Была полностью собрана То ли в первый день То ли в первую неделю Ну, короче Вот эти, знаете Рекордные сроки Когда журналисты Пишут все Господи Хотели собрать Такую огромную сумму Собрали в 4 раза больше В 10 раз меньшее время И это как раз История Ashes of Creations Но она имеет тоже Достаточно интересные подробности Знаете, как и многое Вот в Ashes of Creations У много чего есть Интересные подробности Количество взносов Относительно того Как росла сумма Конкретно для Ashes of Creations Беспрецедентно Для всей Игровой индустрии Для сборов На любую другую игру На Кикстартере То есть Если посмотреть на собранную сумму И количество взносов И поделить То становится очевидно Что каждый конкретный взнос Ну не каждый конкретный Очевидно там была Часть Донатов Настолько огромный Что они Ну типа Не было такого Раньше никогда В истории Кикстартера Никто никогда Такими огромными Кусками Не заносил бабло На Кикстартер За какую-то игру Отсюда Рождается Предположение Ну которое я честно говоря Только в русскоязычном интернете видел Что Это какое-то Отмывание бабла Судя по всему Однако мы отделаны Лики из США Считают что это полный бред Потому что там 700 Ну они сейчас 3,5 миллиона долларов Собрали Это Очень смешные суммы Для отмывания Особенно когда Бюджет самой игры Например уже 45 миллионов долларов Поэтому скорее всего Возможно это сделано Ради хайпа Возможно Стивен Шариф Перед запуском Кикстартера Допустим С этими своими Богатенькими друзьями Обсуждал Рассказывал им просто Про игру И они такие О класс Давай мы Кинем тебе деньги Скинь пожалуйста Там ссылочку Потом на Кикстартер И они там знаете Привыкли в недвижимость Финансировать Свои миллионы долларов И тут они открывают Стивен у тебя там 700 тысяч Ты забыл нулей поставить Он такой Не-не 700 тысяч Для игры это нормальный сбор Они такие А ну ладно Ну мы закинем Мы тебе пятихатку кинем Окей Вот поэтому Вероятно и получились Такие суммы Получился хайп Вроде как Какую бы цель Не преследовал Стивен Наша солнышко Он ее добился Хотя кстати говоря Кикстартер И хочу еще на пару моментов Обратите внимание Во-первых там стоит Дата релиза 2018 год Я так понимаю Что есть всякие Дополнительные Не знаю Пункты соглашения Уточнения Где говорится Что это все не точно Конечно же Но там все еще По Вот Вот прям сейчас Там стоит Что игра выйдет В 2018 году И он собирает На это деньги И Там Вот эти все голы Да Вот вы задонатите столько Получите то-то Задонатите столько Получите то-то Как бы предполагают Что вы уже Это должны все получить Ну сначала ты читаешь Тебе кажется Что все Сейчас прям Ты там начнешь играть Хотя буквально сейчас Серебры Ашасов Кришенс Выключены Но на самом деле Не начнешь Если вчитаться подробней То это становится понятно И вот эта вот путаница С датами И странной инфой На кикстартере Это действительно признаки скама Но Кажется нет Потому что Сам Стивен Шариф Все время В течение Всей своей Вот этой Публичной работы А он был очень публичен Когда он рассказывал Про Ашасов Криэшенс Он говорил Что Не нужно Вкладывать деньги В Ашасов Криэшенс Он говорил Если вам кажется Что есть какие-то вопросики Если вы там не уверены Если вам не хочется Просто так ввалить тонну бабла Не нужно это ни в коем случае делать Что является Достаточно большим отличием От Стар Ситизен Потому что В случае со Стар Ситизеном Они Вот опять же Как моя Моя диалонетика из США Сказала Они то ли каждый год Забирают 7 миллионов То ли каждый квартал Они собирают 7 миллионов долларов Кроме того Стар Ситизен Постоянно придумывают Новые фигни Которые они продают Постоянно там называют Всякие новые сроки Причины переноса сроков Ну все то Что любит делать Стар Ситизен Да Разработчики Ashes of Creations Вообще ничего из этого не делают Они постоянно Когда они Говорят о своей игре Они говорят о том Что пока что Все не точно Пока что Ни на что не надо надеяться И деньги вообще Нести не надо И у нас как бы И свои деньги есть Пожалуйста Уважаемые Не волнуйтесь Просто вот Ну если вам Прям супер сильно хочется Вы хотите нам Выразить респект Вот пожалуйста 500 долларов Можете поиграть В Альфу 2 Когда мы ее запустим Хотя там 350 баксов Вообще главная причина Хайпа Ashes of Creations Помимо Кикстартера Это сам Стивен Шариф Он дает Невообразимо Огромное количество Информации Он Очень много И очень активно Работает с комьюнити У них есть Ютуб канал Где он записывает Видео и выкладывает Их на официальном Ютуб канале И звучит как Очень хорошая штука Да То есть я На самом деле Хотел В своем изначальном плане Я хотел Порассказывать О том Как они работают В комьюнити Какие они молодцы Но кажется Все не так Однозначно Потому что Именно из-за Этой публичности Сейчас В Cache of Creations Так много вопросов И вокруг нее На самом деле Так много Ну не знаю Можно ли называть Это скандалами Но допустим Они показывали В каких-то своих Ранних стадиях Арбалеты И они постоянно Когда они что-то показывают Они говорят Это все не точно Может вообще Все измениться То что вы видите Оружие там Осада Этого все может быть Не быть Это просто как бабушка Как это говорят Надвое кто-то там сказала При этом он продолжает Снимать видосы На ютуб канал игры Где он играет И он показывает Как классно то И как классно все И понятное дело Что именно эта публичность Она в какой-то мере Заставляет людей Идти В том числе И нести деньги И потом разочаровываться То есть это так не работает Вы не можете сказать Ну мы вам сейчас все покажем Но вы не воспринимаете всерьез Как бы все может измениться Люди все равно будут Воспринимать всерьез К сожалению Выглядит так Как будто бы Это является Репутационными потерями Просто самих разработчиков И это является Проблемой для разработчиков Да Но вот такую вот Они выбрали маркетинговую компанию Может быть С какой-то точки зрения Кому-то покажется Пептару например Что она неудачная Но на самом деле Это является в том числе И ударом по игрокам И по фанатам Потому что Игрокам и фанатам Ну хотя бы просто потому Что им приходится Объяснять всем остальным Что Аши Соф Креэшенс Это не скам Сейчас я буду говорить почему И им приходят Да Вот у нас тут вышла Альфа 1 Она выглядит Как полное нерабочее говно Это просто Какое-то Ну это трэш Это Это даже не демка Это непонятно что Но как бы Вы еще не обращайте На это внимание Очень негативная аура Вокруг Аши Соф Креэшенс Более того Как Стивен Шериф Занимается пиаром Ну как бы Показывает то Что он не очень хорошо В принципе Он умеет им заниматься Он кажется не пиарщик Чего стоит только Очень долгое время Все футажи Аши Соф Креэшенс Были записаны Лично самим Стивеном Шерифом Генеральным директором Компании Вложившим в нее Ну судя по всему 35 плюс Миллионов долларов Он лично Записывает футажи Лично комментирует Их И делает это Ко всему прочему На свой ультравайт Монитор Вот вы возможно Видели часть Видосиков с Аши Соф Креэшенс И такие думаете Блин а что он такой Вытянутый У Стивена Шерифа Просто ультравайт Монитор Он Ну ему вот Он такой О класс У меня ультравайт Монитор Вот так вот Включу запись Потом выложит На официальный Ютуб канал Более того Есть интересный Еще пример После одной из презентаций Была критика Того как работает Агро в игре Система Агро В игре там Танков показывали И зрители написали Так Агро кажется Не работает Говно какое-то Вы сделали На что лично Стивен Шериф Ответил Что Не на самом деле Оно работает Просто нужно Там не очень хорошо Я сыграл Потому что я сам играл И сам показывал Вот эту механику Я как бы Не очень в этом разбираюсь Сейчас я перезапишу видос Написал Стивен Шериф Генеральный директор компании Сейчас перезапишу видос И выложу его заново Это Вызывает много вопросов То есть на самом деле Вот все что я вам написал Да Вот это вот все поведение Этого замечательного дядечки Я не вижу других причин Такого поведения Кроме как какие-то проблемы С самооценкой С ЧСВ То есть Видимо Ему очень нравится ЧСВшится Разрабатывая игру Ему очень нравится Что на него обращают внимание Ему очень нравится Давать интервью Ему очень нравится Общаться на Редзете Хотя Очень часто Этого делать Не стоит Например Стоило ли Давать Подробный список Разработчиков Их квалификаций И прочее Когда тебя критикуют За то что твой Менеджмент Некомпетентен Как минимум А ты даешь подробный список Который подтверждает То что твой Менеджмент Некомпетентен Стоило ли записывать Огромное количество Рекламных футажей На ультравайт Монитор Стоило ли давать Кучу информации Которая потом Не оправдалась И нанесла Достаточно серьезный Репутационный удар По твоей игре И по твоим фанатам В том числе Очевидно нет Очевидно Ты не умеешь Заниматься маркетингом И Хороший руководитель У которого Все в порядке С головой Условно У которого Нету в этом направлении По крайней мере проблем Он бы понял Что что-то идет не так Окей Может быть сначала Он такой Да ладно Я сам сделаю Типа ребята Не парьтесь Ты программируй Ты считай деньги Муженек Вот И типа Все А я тут Позаписываю видосики Я больше ни на что не годен Но в какой-то момент Стоило остановиться Презентовать механику Агро Не должен человек Который не понимает Как работает механика Агро Он такой Ладно Джон Я запишу Без проблем Стивен Но в твоем видео Ничего не видно Да Я просто не знал Какие кнопки нажимать Сейчас перезапишу И на самом то деле Он никогда не скрывал Что он делает игру Для себя Он буквально Это проговаривал То есть Нас опять Никто не обманывает Ни в чем Он говорил Я хочу сделать Такую игру В которую буду играть сам Вот как у меня Это вот Мечта Вот как я себе это Представляю Я буду визионером Этого Но я найму Очень опытных Разработчиков Которые будут этим заниматься Кстати О опытных разработчиках Это как раз Причина Считать что Ashes of Creations Это на 100% Не скам Потому что На данный момент В студии работают Ну судя по линкетину 113 человек Часть из них Менеджмент Видимо где-то половина Я не знаю нормально Это или нет Кажется Если верить моему Отделу аналитики В США Это норма Часть вот Разработчики У разработчиков Эта компания Указана в линкетине В их личных профилях То есть они это Сами указали И там есть Весьма именитые имена В игровой индустрии И скорее всего Ну Если это скам То это какой-то скам На котором они Непонятно как зарабатывают И этим людям Платят огромные деньги За молчание Потому что Нету других причин Чтобы они Кто-то из них Хотя бы не рассказал Что сейчас Произойдет какой-то Супер обман Кроме того Мы действительно Видим что Разработка идет Мы видим как игра Мне не очень нравятся Вот этих ежемесячные Там или ежеквартальные Презентации Когда они показывают Какую-то новую механику Которая может быть Просто заскриптована И непонятно зачем она И на самом деле Это весьма сомнительное Развитие игры Но если Стивену хочется Раз в месяц Устраивать свои Популярные стримы Которые потом все обсуждают То как мы ему Можем помешать Но если сравнивать То что они показывали Несколько лет назад Или даже то что Они показывали год назад С тем что они показывают сейчас То разработка Очевидно происходит Другой вопрос в том Как она происходит Это не скам Но Изначально Стивен Шариф В каком-то из интервью Говорил что Он планирует потратить На это 30 миллионов долларов Потом он говорил Что судя по всему Он потратит Примерно 45 миллионов долларов Однако На данный момент Мой отдел аналитики Из США Провел Исследования Они основаны на том Сколько он денег собрал На кикстартере На этих 45 миллионах долларов Все еще Очень сильно завышено Для того чтобы То что я сейчас Собираюсь сказать Было реально сказать То есть мы представляем Как будто бы он Сильно больше денег собрал Как будто бы у него Сильно больше Как это бэкер называется Байеры Вот эти людей Которые купили ранний доступ Там за 500 баксов Еще более ранее Там попадание в титры Которые купили Как будто бы их прям вот Сильно больше Чем на самом деле И как будто бы Разработчики Которые работают И делают эту игру Получают сильно меньше Чем средняя по рынку И даже несмотря на это У них не хватает денег Причем судя по всему У них достаточно сильно Не хватает денег Так как Альфа 2 Уже видимо Выходит даже Не в 2023 году Там Стивен Шериф Вот у них была Альфа 1 Да потом он сказал Ой разработка ММРПГ так сложно Теперь у нас Альфа 2 будет Ее ждали в 2022 Если не ошибаюсь Самые оптимисты Реалисты ее ждали В 2023 Но пока кажется По последним словам Которые говорит Стивен Шериф Хотя он прямо не отвечает На вопрос Когда мы Ожидаем ее Уже в 2024 году Это означает Что сама игра выйдет Там в 2025-2026 году В смысле Это лучший случай Естественно При очень хороших раскладах Это означает Что на ее разработку Мягко говоря Не хватает бабла Но Очевидно Эти деньги Скорее всего Просто откуда-нибудь возьмутся То есть сам Стивен Шериф Опять же человек небедный Наверное он за это заплатит Правда Есть такая особенность Тут еще такой момент У меня в голове Что у небедных людей Ну пока он довольно долго И упорно это финансирует То есть уже сколько там 7 лет они делают игру Или что-то около 5 Однако в принципе Богатым людям В какой-то момент Может все просто надоесть Когда все зависит от одного человека Ему может не понравиться Что его Обвиняют в чем-то в интернете У него может Пройти его Фаза Может он к психологу походит И Перестанет чсвэшить Настолько сильно Насколько он чсвэшит Отвлечется на какую-нибудь другую игру Риоты выпустят Анонсирует свою игру И Стивен решит Что У Ashes of Creations Нет шансов Ну то есть Есть достаточно много вариантов По которым Один единственный человек Может забить на разработку И все Пойдет Прахом Однако все Что я вам сейчас рассказал Это просто разговоры Вокруг Разработки игры Они не касаются Заметьте Я ни разу практически Не говорил ничего Касающийся самой игры И вот здесь Мы получаем На мой взгляд Одну из самых Больших проблем Ashes of Creations Потому что Потому что это игра Которую Стивен Шариф Делает для себя Это игра В которую он сам Бы хотел поиграть Это то вот Как он видит Идеальную ММО-РПГ И я должен сказать Что он играл В довольно старые ММО-РПГ Поэтому его представление О ММО-РПГ Ну и сам он такой уже Человек как бы Не 20 ему в общем лет Они достаточно устаревшие И они достаточно ретроградные Главное В первую очередь Я говорю Про сервера С ограниченным онлайном Даже для 2023 года Это фиаско Когда выходит Онлайн игра В которой есть Ограниченное количество людей На сервер Влазит У нее все не очень хорошо Хотя бы Лишь по той причине Я уже много раз Это рассказывал Что у вас Изначально Приток игроков Там в первые месяцы Недели Икс 10 Потом Меньше становится В 10 раз Соответственно Если сервер Вмещает 10 тысяч человек То когда их становится Больше Не влезет просто Онлайн 10 тысяч Когда их становится Меньше Их становится Одна тысяча И Ну там Ладно допустим Две Потому что часть еще Стояли в очередях Хотя представить 20 тысяч человек В очередях Такое себе И это практически Смерть для сервера То есть он уже Не может существовать При таком маленьком Количестве людей И приходится делать Объединение То есть если нету Никаких систем Как слои World of Warcraft Classic Как шардирование Более продвинутое В современном Вове И практически Во всех других Современных MMORPG Это система С серверами Она тоже Как-то позволяет Динамично Сжиматься Ужиматься Поднимать Дополнительные Слои Поднимать Дополнительные Сервера Которые Как бы являются Одним сервером На самом деле Это все уже есть Причем даже В достаточно старых MMORPG Так вот В MMORPG Стивена Шарифа Этого Нету Потому что Вся его Классная система Она завязана Вокруг социалки То есть Он говорит Что у нас будет Очень классная PvP Там осады И все такое У нас будет Очень классная PvE Расскажу Немножечко Про Shares of Creations Одна из ее Главных фишек Это система Нодов Когда вы делаете Квесты в какой-то Определенной зоне Эта определенная зона Условно развивается Становится Центром Окружающих зон Окружающие зоны Не могут развиться До ее уровня Но они тоже Развиваются Ну знаете Типа как Гора растет Вот такая И вокруг Все такое Но вокруг Не может подняться Больше чем Сама эта вершина И все вокруг Как бы начинает Крутиться вокруг Этой штуки И таких штук Будет несколько По миру Не знаю Много 20 по-моему 10 не помню На самом деле Это все не про PvP И не про PvE Это про социалочку Звучит действительно круто Звучит очень круто Но это может работать Действительно Только в закрытой Экосистеме Потому что вы не можете Сделать Ну типа Много серверов Которые работают Типа одинаково Одновременно Друг с другом И игроки могут переходить С одного слоя на слой При том что Весь мир будет Абсолютно разный Это очень повторюсь Здорово звучит Вы можете пойти Играть на другой сервер И у вас будет Абсолютно другой опыт Потому что там будут Другие квесты Буквально Там будут другие города Там целые города Возникают Это не как в New World Вот эта вот убогая система В New World Типа в 10 раз хуже Та же самая система Сделана Они просто попытались Как-то сделать Очень условно Копию Сessions of Creations Здесь это будет впечатляюще То есть вы даже Вы прокачали Допустим Своего персонажа На серваке Да У вас была там Одна история У этого персонажа Потом вы качаете Даже на том же сервере Своего твинка И из-за того Что этому серверу Уже какое-то И в New World На самом деле И возникает Мы уже знаем Как Альянс Лучше лут Баланс Имеется Его очевидно Важна для социальных Пвп Там всяких Пограничено Это супер Ретроградская штука Им придется Включать Трансферы Сразу Ну короче Вот это вся история И надеюсь Я вам описал Почему у многих Есть сомнения Претензий к Ashes of Creations Что это такой За вайп Вокруг игры Стоит Кстати говоря Есть еще один Интересный момент Который ни я Ни мой отдел Аналитики в США На самом деле Никак не смог Объяснить Это то что Многие англоязычные Креаторы В том числе Достаточно популярные Они защищают Ashes of Creations То есть они видят Какие-то штуки Они такие Да-да Это хреново Но в целом Когда игроки Начинают рвать На голове Волосы И кричать Господи Это не будет работать Или господи Это же скам Камон Это Да У них в менеджменте Нет ни одного Компетентного сотрудника Но Окей Это выглядит Действительно странно При том что Допустим Азман Голда Действительно сложно Уличить в том Что его купили Да Например Он скорее всего Сам бы мог профинансировать Разработку Ashes of Creations Азман Голд Безумно богатый человек На самом деле Кто богаче Допустим Азман Голда Или Стивен Шериф Еще большой вопрос И эти контентмейкеры Кажется Не выглядят как Ангажированные В общем Это странно Это странная история Почему они прикрывают Его Хотя Очень много вопросов Которые я вам сегодня В течение видео Попытался как раз рассказать Что можно сказать по итогу Является ли скам А Мэшов в Creations Без сомнения Практически наверняка Нет Или это какой-то Очень хитрый Очень классный Очень гениальный Лучший в истории Игровой индустрии В отличии от Стар Ситизена Скам Более того Игра скорее всего Выйдет в каком-то виде И я думаю Что она будет Честно говоря Провалом Потому что Во-первых Она непонятно Когда выйдет Мы конечно Посмотрим на Альфа 2 И что она будет Из себя представлять Но конечно Такие крупные проекты Без нормального руководства Малореальны Когда один человек Визионер Который никогда раньше Не делал игры Это тоже Все малореально Я думаю Что Стивен Шариф Обладает Каким-то Очень Ну это лично Моя теория Сейчас Выдающиеся люди Они Выдающиеся По той причине Очень часто Что они Психически У них есть Какие-то отклонения И отклонения Стивена Шерифа Помимо того Что у него ЧСВ и все остальное Ух пошли Дягоны за тут По-моему В том что Он очень как-то Умеет хорошо Воздействовать на людей То есть Вот эти контентмейкеры Которые его защищают Они с ним Скорее всего Лично общались В том числе И он их как-то Смог убедить в том Что эта игра Получится хорошей Хотя Очень сложно Да В это поверить И те разработчики Действительно Опытные разработчики Из игровой индустрии Которые с ним пообщались Они тоже продолжают Разрабатывать эту игру И работают над ней И не уходят И Стивен Шериф Их как-то Убеждает этим заниматься По-моему Это Ну я не знаю Как ты сказал Таки психические отклонения Давайте будем Называть это просто Вопрос Невероятного Обаяния Одного Абсолютно Некомпетентного Возможно даже Случайно разбогатевшего Кстати тоже За счет Возможно Вероятного Обаяния Потому что Это же была Сетевая пирамида Человека Игра выйдет Игра выйдет Возможно Не совсем в готовом виде Хотя кстати говоря Что она выйдет Не совсем в готовом виде И сам Стивен Шериф Говорит Он говорит Что мы не будем Делать ее идеально Мы просто ее выпустим Когда она будет готова К тому чтобы выйти И я думаю Что она провалится Вот Такие прогнозы От Пептара Большое спасибо За то что посмотрели Этот видос Надеюсь вам было интересно Дело аналитики из США Постарался А я это все собрать Постарался Спасибо Джексону Бихелидзоду И Сане Дэндэ Огромное За то что они Супер донатеры Всем остальным На бусте Патреоне Тоже большое спасибо Ну в конце давайте Я вам что-нибудь покажу Ладно Я готовился А Я готовился Ребята У меня для вас Я считаю что это вы Я купил себе Своего подписчика Теперь вы будете Стоять у меня Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok